Здравствуйте! В эфире передача День за днём. С вами в студии Алина Сазонтова. Существуют такие дни, которые трудно отнести к праздничным, но человечество просто обязано знать о них. 17 октября во всём мире отмечается Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. Этот праздник был провозглашён 22 декабря 1992 года резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Его отмечают неравнодушные к проблеме бедности люди, а также представители самых низших слоёв населения. В России в этот день проводятся семинары с выступлениями социологов, в докладах которых приводятся уточнённые цифры и данные по этой тематике. Ну а что интересного произошло в нашем городе, узнаете прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. 15 октября в пятницу пройдёт в городскую субботу. Руководители подразделений города отчитались о проделанной работе. Сводка криминальных происшествий за неделю. Мне сегодняшние игры очень понравились. Капустные посиделки. Школьники отметили древнерусский праздник. В этой игре самая главная командность. Команда в этом году у третьей школы была. Это 100%. Лучшие волейболистки города схлестнулись в турнире «Золотая осень». Агропредприятия региона намолотили 265 тысяч тонн зерна. За крома будет засыпано семян и фуража на 20 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Об этом шла речь на заседании Комитета Смоленской областной думы по вопросам агропромышленного комплекса. Аграрии своевременно получили финансовую поддержку из федерального и областного бюджетов. Это позволило дополнительно закупить горючее и запчасти для техники во время жатвы, а хорошая погода помогла вовремя убрать урожай. На повестке заседания также стоял вопрос мелиорации смоленских земель для получения высоких и устойчивых урожаев. На улучшение земли регион получил 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Безработица, медицинская помощь и городской субботник – это далеко не все темы, которые обсуждали руководители подразделений города. 16 октября Андрей Шубин провел в администрации плановое совещание. Подробности далее. За прошедшую неделю 10 человек воспользовались помощью Центра занятости в поиске работы. Шестеро из них уже трудоустроены. Организации города открыли шесть вакансий. За скорую помощью обратились 189 человек. Больных гриппом нет. Медсанчасть работает в штатном режиме. Так же, как и коммунальная служба. Генеральный директор МУПККП Вячеслав Сиденков рассказал о работе программы «Комфортная городская среда». Закончилось у нас проведение собрания в квартирном доме номер один первого микрорайона. Сейчас подводятся итоги, готовятся протоколы. И подготовлены документы для проведения собрания на квартирных домах седьмого микрорайона номер один и номер два, которые пройдут на следующей неделе. 17 октября пройдет заседание депутатских комиссий по законности и социальным вопросам, а 18 по бюджету и городскому хозяйству. Очередная сессия городского совета планируется на 22 октября. Прийти могут все желающие. Глава города рассказал о том, что в пятницу планируется провести городской субботник. Основной упор при проведении данного мероприятия у нас будет сделан парк образованный по периметру города и уборка листвы в городах. Андрей Шубин выразил надежду на то, что такое традиционное мероприятие, как субботник, пройдет на высшем организационном уровне. Ирина Нурматова, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ. В Смоленске стартовал масштабный всероссийский фестиваль «Наука 0+.» В течение недели на базе высших и средних учебных заведений, библиотек и планетария будут проходить опыты, мастер-классы, квесты и другие мероприятия. Фестиваль проводится уже в третий раз и участие в нем может принять любой желающий. Смолян ждут лекции ученых, интеллектуальные и компьютерные игры, соревнования, экскурсии. График всех мероприятий можно найти на сайте Российского союза молодых ученых. О криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет подполковник внутренней службы Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 112 сообщений о происшествиях. Из них 4 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 83 административных правонарушения, в том числе 76 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечен 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 4 человека. В регионе продолжается призывная кампания. Первоотправка новобранцев состоится 17 октября. На заседание призывных комиссий планируют вызвать более 3000 смолян. Из них служить отправится 550 человек. На Руси всегда было много праздников, но самые радостные были осенью. В это время люди убирали с полей урожай, делали заготовки на долгую зиму. Один из таких праздников назывался в народе «Капустник». Его отмечали на День воздвижения, когда появлялись первые заморозки и люди начинали засол капусты. Сотрудники историко-кровеческого музея познакомили ребят с древнерусским праздником. На мероприятии побывала и наша съёмочная группа. Устраивать юным десногорцам фольклорные праздники – давняя традиция сотрудников музея. Они провели для школьников развлекательную программу под названием «Капустник». В старину в этот праздник устраивались посиделки, гости приходили друг к другу и помогали заниматься засолкой капусты. И это занятие превращалось в настоящее веселье с шутками, приговорками и песнями. Начался праздник на улице. Дети отгадывали загадки, играли в русские народные игры, водили хоровод. Ребятам показали, как в древние времена рубили капусту сечками в деревянных корытах. В каждом доме имелось такое корыто, которое ни для чего другого не использовалось. Капусту мяли с солью, затем тщательно толкли пестами. После игр ребята зашли в зал краеведческого музея, где всё напоминает старинную русскую избу. На столе хозяйка праздника – капуста. Один из главных продуктов питания наших предков. Школьники открыли для себя много нового. Думаю, им было тяжело, потому что не было никаких магазинов. И они всё делали сами. Выращивали капусту, квасили её, укладывали на зиму. Я сюда пришла, потому что я хотела узнать, как люди в древние времена развлекались и готовили капусту. Мне, честно говоря, очень понравился праздник и различные игры. Всё очень хорошо. У меня хорошее сегодня настроение. В завершении праздника ребята отведали угощение – пирожки с капустой. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна-ТВ. Владимир Путин и Александр Лукашенко высоко оценили роль Смоленской области в развитии торгово-экономических связей России и Белоруссии. О вкладе регионов в укрепление отношений союзных государств говорили на пятом форуме регионов в Могилёве. Участие в нём принялась смоленская делегация, которую возглавил губернатор Алексей Островский. На форуме собрались представители федеральной и республиканской власти, руководители регионов и крупнейших предприятий России и Белоруссии. Смоленский регион занимает третье место по объёму товарооборота с Республикой Беларусь среди субъектов Российской Федерации и второе по импорту. В этом году внешний торговый оборот региона с соседней республикой увеличился более чем на 13% и превысил 1,7 млрд долларов. В Смоленске открылась международная выставка-конкурс «Дизайн-фест». На ней представлены работы по графическому, рекламному и арт-дизайну, а также дизайну интерьера, архитектурной среды и костюма. Участие в экспозиции принимают модельеры из России, Белоруссии, Польши, Израиля. Во время фестиваля также пройдут образовательные встречи, лекции архитекторов и мастер-классы опытных дизайнеров. Победители выставки-конкурса будут выявлены в декабре. Их определят не только жюри, но и посетители, которые могут оставить свой голос на специально созданном сайте. Сборная России на юношеской олимпиаде в Буэнос-Айресе стала недосягаемой в общекомандном медальном зачёте. За два дня до закрытия игр на счету россиян 52 медали – 25 золотых, 15 серебряных и 12 бронзовых. За оставшиеся соревновательные дни другие команды уже не смогут обойти сборную России по количеству наград высшей пробы. Вторыми идут китайцы с 35 медалями, тройку замыкают японцы. У них в активе 34 медали. А сейчас спортивные новости. В первой школе завершился турнир «Золотая осень» по волейболу. За звание «Сильнейшие волейболистки города» боролись четыре команды. Итоги состязаний в нашем следующем сюжете. С 15 по 16 октября в спортивном зале первой школы проходил волейбольный турнир на Кубок «Золотая осень». В соревнованиях приняли участие ученицы четырёх школ города. Состязания проходили в очень напряжённой борьбе, все команды были равны по силам. И до финальных игр было неизвестно, кто в итоге станет победителем. Спортсменки прикладывали максимум усилий. Команда в этом году у третьей школы была. Это 100%. Потому что девчонки показали себя с самой лучшей стороны, как я считаю. И на самом деле поборолись и оказались лучшими. Два года подряд мы занимали третье и вообще последние места. А в этот раз мы заняли первое место. На самом деле мы очень старались. Мы занимались на протяжении... С того года начинали и летом приходили. И занимались весь сентябрь и до этого времени. На самом деле мы очень старались. Волейбол – это очень классно. За каждую школу переживали свои болельщики. В результате нелёгкой борьбы Кубок «Золотая осень» завоевала команда третьей школы. На втором месте ученицы четвёртой школы. Бронзу взяли девочки из первой школы. Алина Сазонтова, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ. И коротко о погоде. 18 октября будет ясно. Днём плюс 18, ночью плюс 9. На сегодня это вся информация. Всё самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desna.dvstv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин